Доброе утро! Возникла у вас мысль стать стоматологами? Потому что в детстве обычно все боятся, скорее всего, стоматологов. Или у вас было как-то по-другому? Мне было прочее с этим. У меня отец был стоматологом. Поэтому у меня с детства все в порядке с стоматологами. И как бы это желание стать стоматологом у меня было с детства. И всегда, если у меня в школе когда-то кто-то спрашивал по поводу, кем ты будешь быть, я бы уже в детстве знал, что буду стоматологом. У одноклассников там зубы не проверяй, а ну-ка покажи так-то. Нет, до такого пока еще не доходило. Словно, а вы? Тоже с детства. Тогда, когда я первый раз пришла на прием к стоматологу, мне понравилась эта профессия. Я не испытывала страх перед врачами. И после этого с легкостью поступила в медицинский институт. То есть я была уверена, что это мое призвание. Все с детства мы знаем о том, что нужно два раза в день чистить зубы, не есть сладкое, чтобы не было кариоса. Как-то поменялась какая-то информация по этому поводу? Или все так же? Да, в принципе, все так же на самом деле. Чистить зубы – это необходимо. Не есть сладкое. Ну, желательно хотя бы после шести. Кушать сладкое, полностью отказаться от него. Ну, есть любители, которые… Ну, это очень сложно сделать. Вот. Поэтому можно, но чистим зубки после сладкого. И все будет хорошо, в принципе. Посещаем стоматолога. Как часто нужно посещать стоматолога в целях профилактики? Раз в полгода. Раз в полгода. Да, раз в полгода, хотя бы для того, чтобы зайти просто посмотреть. А вообще, в идеале, это сделать профессиональную чистку у стоматолога. Скажите, пожалуйста, ну, технологии идут вперед. Как сейчас обстоят дела? С каким настроением, к примеру, идут дети к стоматологу? Боятся ли сейчас? Детки не боятся. Мы делаем все возможное для того, чтобы этот страх детей никогда не коснулся. Поэтому современные достижения стоматологии, они потрясают воображение. Высокоскоростные турбинные наконечники, яркие цветные пломбы, телевизоры на приеме. Прием проводят в игровой форме. Все это делается для того, чтобы ребенок с радостью шел к стоматологу. Светные пломбы, правда? Да. Да. Все, что они захотят. А как часто вот ребенок должен посещать стоматолога? Ребенок должен посещать стоматолога один раз в три месяца. Не раз в полгода, как взрослый, потому что у них зубы еще совсем незрелые, хрупкие. И нам необходимо более часто смотреть их. Что нужно, чтобы у детей меньше портились зубы для этого? Полноценное и рациональное питание. Сбалансированное по составу белки, жиры, углеводы. Большое количество витаминов, микроэлементов тоже необходимо. Как обстоят дела с шоколадом, со сладкими напитками? Конечно же, вредно. Современные принципы питания – это фастфуды, сладкая вода, газированные напитки. Все это действует очень плохо на состояние зубов. Необходимо побольше кушать твердой, жесткой пищи и рациональной гигиеной. То есть блендер – это враг крепких детских зубов. Я так и думала. Дети чаще всего сталкиваются с моментом брекетов, с моментом исправления зубов. Как часто обращаются к вам с этой проблемой? Насколько это болезненная процедура и насколько дорогостоящая? Что-то изменилось в этом плане? Да, изменилось. Чаще стали обращаться, чем давно, чем ранее. Потому что сейчас кушают более мягкую пищу, то, что я уже и говорила. Это плохо сказывается на эффективности жевания. Процедура эта абсолютно не болезненная и результаты просто потрясают. Насколько это дорогостоящая процедура? Разная. То есть если обращаться с раннего детства, начинать уже выравнивать зубки, это будет не так дорого. А если взрослый человек решил исправить? Тоже возможно, в любом возрасте. Абсолютно без проблем. Тоже это не проблематично, не больно. Абсолютно. Сейчас действительно стоматология шагнула вперед. Вот очень много всевозможных новых интересных технологий. Расскажите, что из каких-то, может быть, последних интересных разработок появилось? На сегодняшний день, в принципе, нет таких ситуаций, которые невозможно было бы решить у стоматолога, на самом деле. Отсутствуют зубы, всегда можно поставить импланты или поставить мозг, запротезировать без проблем, вернуть красоту, улыбки. Если какие-то есть неровности, и пациент не хочет носить брекеты, или как-то это ему не позволяет, профессия или что-то, на сегодняшний день можно изменить это все при помощи виниров керамических. То есть это так называемая голливудская улыбка. То есть делаются керамические накладочки на зубки, и оно шикарно вообще. То есть они смотрятся абсолютно натурально, плюс зубки остаются живыми, никто их никак не убивает, как раньше это было. Нужно убрать нервы, все об этом переживали. На сегодняшний день это абсолютно нормальная процедура, безболезненная. Если нужно, делается укол, то есть обезболивающий, и все хорошо проходит. — Люди с возрастом, вернее уже в возрасте, они нормально к новым технологиям относятся, или все же предпочитают какие-то более понятные? — Абсолютно нормально. Им это на самом деле сейчас поколение все равно идет вперед. И даже люди в возрасте, они пытаются как-то все равно догнать это, что-то узнать новое. И люди в возрасте даже больше задают вопросов, чем на сегодняшний день молодые. Поэтому для них нужно, наоборот, все как можно больше представить, рассказать, что будет. И они этому, наоборот, только рады. — Есть такое понятие стоматологический туризм. Сейчас в Украину большое количество иностранцев приезжают именно для того, чтобы лечить свои зубы. Вы сталкивались с этим? С чем это связано? — Конечно, сталкивались. Ну, во-первых, со стоимостью. То есть в основном люди приезжают к нам, почему? Потому что у нас действительно дешевле. Причем дешевле так раз в 10, наверное, на самом деле. Потому что у нас бывают частенько пациенты, которых мы лечим. И там спрашиваем, а почему не у себя все-таки? Он говорит, ну просто вот это здесь, что все, я пролечил, все это сделал. Там бы мне это обошлось только за один зуб и все. А здесь мы сделали полностью комплексное лечение. И он счастлив и доволен. — То есть качество европейского уровня? — Конечно. — А цельное? Слава Богу. — Скажите, пожалуйста, были ли какие-то курьезные, интересные ситуации в вашей практике врачебной? — Так как я работаю с маленькими детьми, это самые искренние и доверчивые пациенты. Поэтому мы стараемся проводить прием в игровой форме. Но некоторые лечебные моменты они воспринимают по-своему. Вот, например, назову некоторые из них. При замешивании пломбировочного материала я называю его сметанкой. Они пытаются попробовать ее на вкус или рассказывают, какие блинчики со сметанкой они ели на завтрак. Когда я делаю анестезию, я говорю, что зубчик засыпает. Они просят ему подстелить подушку. Фотополимерную лампу они называют волшебным фонариком. Зубной порошок космической пылью. Поэтому очень много разных нюансов. Поэтому каждый день у нас, каждый прием ребенка – это уже смешной случай. Я так понимаю, что с детьми, конечно, это особый подход нужен для того, чтобы они как-то почувствовали себя более спокойно, расслабились, защищенно. А вот этому как-то учат отдельно или, в принципе, нет особого разделения? Есть разделение. На интернатории я поняла, что я хочу быть детским стоматологом, потому что при приеме деток я поняла, что легко нахожу с ними контакт, и они ко мне тянутся. Так и получилось. Ну а при обучении? При обучении, да, после института есть интернатура и специализация. Вот как раз этому и учат. Олег, у вас были какие-то интересные случаи в практике? Ну, как таковых интересных случаев. Нет, у нас был вообще в клинике интересный случай. Это как бы не лично со мной, у нас еще есть доктора, которые были, которые тоже ортопед. Вот к нему как-то женщина пришла, как бы говорит, ну, стурашивает обычный вопрос, да, с чем пожаловали, что беспокоен. Он говорит, суставы болят. Он говорит, а почему вы к нам пришли? Ну, вы же ортопед. Ну, вот такой вот был случай. Все-таки по определениям ортопед, ортодонт, это разные, да? Да. Ортопед – это доктор, который занимается восстановлением жевательной функции зубов при помощи всевозможных конструкций ортопедических, да, такие как коронки, протезы, то есть накладки всевозможные, да, вкладки зубы, вот. А ортодонт занимается исправлением прикуса, да, это брекеты, пластинки, вот это в детском возрасте, взрослом возрасте, вот такого плана все. Вопрос, который тоже вот часто возникает у тех, кто обращается к стоматологу за протезированием. Что все-таки лучше, коронки или импланты? Это немножко разные вещи, да, коронки – это то, что одевается на зуб, да, а имплант – это то, что это искусственный корень, так называемый, да, когда зуба у нас нет вообще и нужно что-то сделать, да, мы тогда вкручиваем имплант, в кость он ведь вкручивается, вот. А дальше уже на имплант ставится коронка, вот, то есть восстановление, да. Что лучше – решать пациенту, насколько возможно у него по финансам, да, а другой вопрос – конечно же, лучше имплант, если нет зуба, да, почему? Потому что если делать вариант еще как пролечить эту ситуацию, да, то это взять соседние зубки, апелитик, да, и сделать мостик, вот. Чем лучше имплант, тем же соседние зубки абсолютно не трогаются. Ой, я сейчас вспомнила кресло. Скажите, а как вы видите вообще стоматологию будущего? Как она будет, какие новые технологии, может быть, появятся? Ну, на самом деле, ждем, пока все-таки будут выращивать уже зубы. Уже есть какие-то первые предпосылки. Я помню, уже, да, там есть информация, что что-то уже вырастили. Да, маленький зубчик, но уже вырастили. Как быстро у нас подобные технологии появятся? У нас вообще быстро появляются новые тенденции? До нас доходят, да. Очень быстро, на самом деле, на сегодняшний день. То есть обучение в институте интернатуре, оно просто, ну, не заканчивается на этом, да. То есть мы обязаны учиться вот изо дня в день, просто, ну, до конца своих, наверное, профессиональных лет. Практически каждый месяц появляется что-то новое. Да, да, да. Поэтому все у нас достаточно быстро доходит. Это все возможно. Реально при помощи сейчас интернета можно узнать очень многое, на самом деле. Давайте, наверное, еще раз напомним о том, как часто нужно посещать в профилактических целях врача-стоматолога. Ну, и у вас есть возможность поздравить сегодня своих коллег? Да, ну, один раз в полгода, деткам один раз в три месяца. Хочу поздравить моих коллег с Днем стоматолога, с этим профессиональным праздником. Хочу пожелать им постоянно учиться, развиваться, чтобы работа не стала рутиной. Ведь каждому пациенту нужен индивидуальный подход. И, конечно же, здоровье и счастье им. Ну, также поздравляю всех своих коллег. Всего вам самого наилучшего. Пускай развиваются, не останавливаются на этом. Вот. Здоровья как можно больше, да, чтобы руки не болели, чтобы спина не тянула и так далее. Всего хорошего. Спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня в гости. Напоминаю, что у нас в гостях был Боболев Олег, это врач-ортопед, и Голубенко Светлана, детский стоматолог. Спасибо, что пришли. Спасибо. Ну, и вот несколько советов средневековых стоматологов. Чтобы зубы не разрушались, используйте в качестве полоскания отвар из собачьих зубов в вине. Для укрепления расшатанных зубов привяжите к челюсти лягушку. Слава богу, что мы не в средневековье, что у нас нормальная технология, что мы можем себе позволить посещать стоматолога и при этом еще и блистать замечательной, красивой улыбкой. Стоит помнить, что лучше всякого лечения – это профилактика, поэтому еще раз напоминаем о том, что лучше раз в полгода наведаться к стоматологу и, в общем-то, не знать никаких проблем со своими зубами. Мы на этом уже будем прощаться. Утро на седьмом подходит к своему завершению. Для вас сегодня работали, Анатолий Гуртовой. И Ольга Ермоленко. До следующего утра. Счастливо. Счастливо.